Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Айрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 7 ноября, четверг, и я приветствую вас на канале Айрведа. Рубрика «Боговадгита», класс «Боговадгита», «Боговадгита, как она, есть». Шри-Шримат Ачи Бахтивиданта, с вами Прабхупада, Ачаря-основатель Международного общества Сознания Кришны, перевод и комментарии. Его Божественная Милость, Бахтивиданта, с вами Прабхупада. Итак, перед изучением «Боговадгиты» давайте прочитаем основные молитвы. Ома гьяна тимиран хасия, гьяна джана шалакая, чикшуран милитам яна, тасмай шри гураве нама, шри чейтаня манопхиштам, стапитам яна бхутале, сваям рупах кадамах ям, дадати свапа дантикам. Ванны хам, шри гурав, шри ютапада камалам, шри гурум вайшна вамща, чирупам сагражатам сахаганна рагунатхан витам там, садживам садвайтам савадхутам бхариджана сихитам, кришна чейтаня дывам, чирадха кришна падан сахаганалавита, шри вишакхан витамща. Хирикришна каруна асин хадина банху жагат пате, гопиша гопиках канта радха канта намастуте, тапта канчана гуран гирадхи вриндаванешвире, ври шипхану сутиде, пранамамих харипри, ванча калпатру бьяшчик репасин пупья и вача, патитанам паванепхю вайшнавепхю наму намаха, шри кришна чейтанья прабху нитинанда, шри адвайта гадаттара, шри васадь гаурабахта вринда, харипришна, харипришна, кришна, кришна, харипри, харипри рама, харипри рама, харипри, харипри. Бхагавадгита, как она есть, ачи бахтириданта, с вами Прабхупада, его божественная милость, ачаря основателя международного общества сознания Кришны, перевод и комментарии. Глава 9, самое сокровенное знание, текст 31. Шипрамхава цитхарматма шашвачханти мнигачхати каунтия пратиджанихи на мебхактах пранашьятим. Шипрамхава цитхарматма шашвачханти мнигачхати каунтия пратиджанихи на мебхактах пранашьятим. Шипрамхава цитхарматма шашвачханти мнигачхати каунтия пратиджанихи на мебхактах пранашьятим. В Шипрам очень скоро. В Хавате становится Харма Атма праведный. Шашват Шантим продолжительный мир. Нигачхати достигает. Каунтея о Сын Кунти. Прати Джанихи заявляет. На никогда. Ми мой. Бахтах бахта. Пранаш Яти погибает. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О Сын Кунти, смело заявляя любому, что мой бахта никогда не погибнет. Комментарий. Следует правильно истолковать этот стих. В седьмой главе Господь говорит, что злонамеренный человек не может стать бахтой Господа. Тот, кто не является бахтой Господа, не имеет никаких хороших качеств. Тогда задается вопрос, как может человек, способный на дурные поступки, совершенные случайно или намеренно, быть чистым бахтом. Этот вопрос справедлив. В седьмой главе говорится, что неверующие, которые никогда не приходят к преданному служению Господу, не имеют никаких хороших качеств. И это же утверждается в Шримад Бхагаватам. Обычно бахта, занятый девятью видами преданного служения, очищает свое сердце от всех видов материальной скверны. Он помещает верховную божественную личность в свое сердце, и вся скверна греха естественным образом смывается с него. Постоянные мысли о Всевышнем Господе очищают его. Согласно ведам, существует правило, что если человек падает вниз со своей высокой позиции, он должен пройти некоторые ритуальные процессы очищения. Но здесь не ставится такое условие, потому что очистительный процесс постоянно происходит в сердце бахты, благодаря тому, что он постоянно помнит верховную божественную личность. Поэтому повторение Махамантры «Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Харе!» должно продолжаться без остановки. Это защитит бахту от всех возможных падений, и так он будет вечно свободен от всякой материальной скверны. Текст 32-й. 3-й. 3-я. В Айшьях – женщины, в Айшьях – торговцы, Татха – также, в Шудрах – низший класс людей, Теапи – даже они, Янти – идут, Парам – высший, Гатим – назначение. О сын Притхи! Те, кто находят приближище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, ващья – торговое сословие, и Шудры – рабочий класс, могут достичь высшей цели. Комментарий. В этом стихе Всевышний Господь ясно объясняет, что в преданном служении нет различия между высшим и низшим классами людей. В рамках материалистического представления о жизни такие подразделения имеются, но для человека, занятого трансцендентальным преданным служением Господу, их нет. Каждый может достичь высшей цели. Шримад Багаватам 2.4.18 утверждается, что даже чандала, собакоеды, неприкасаемые, относящиеся к самому низкому социальному слою, могут очиститься благодаря общению с чистыми бахтами. Поэтому преданное служение по указаниям чистого бахты столь сильно, что нет разницы между высшими и низшими классами людей. Каждый может обратиться к нему. Любой простой человек, обратившись к чистому бахте, может очиститься благодаря его указаниям. В соответствии с различными гунами материальной природы, люди подразделяются на несколько категорий. Находящиеся под влиянием гуны добродетеля называются браманами, под влиянием гуны страсти – шатриями, класс правителей, под влиянием сочетания гун страсти и невежества – ващими, торговое сословие, и под влиянием гуны невежества – шудрами, рабочий класс. Ниже этих людей стоят чендалы, рожденные в семьях грешников. Обычно рожденные в таких греховных семьях не принимаются высшими классами, но процесс преданного служения обладает такой силой, что все низшие классы с помощью чистого бахты Всевышнего Господа могут достичь высшего совершенства жизни. Это возможно лишь тогда, когда человек полностью стремится к Кришне. Как на то указывает слово «вья паш ритья» – необходимо совершенно вручить себя Кришне. В этом случае можно намного превзойти великих гьяни и йогов. Текст 33. Текст 33. Текст 33. Текст 34. Ким. Сколько? Пунах. Вновь. Брахманах. Браманы. Пуньях. Праведные. Бахтах. Бахты. Раджиришаях. Святые цари. Тадха. Также. Анитьям. Временный. Асукхам. Полный страданий. Локам. Планеты. Имам. Это. Рапья. Выигрывая. Хаджасва. Посвяти себя любовному служению. Мам. Мне. Насколько же в большей степени это относится к добродетельным браманам, бахтам, а также к праведным царям. Поэтому, попав в этот временный полный страданий мир, посвяти себя служению мне с любовью и преданностью. Комментарий. В этом материальном мире существует деление людей на различные категории. Но независимо от категории, никто в этом мире не может обрести счастье. Всевозможный Господь ясно говорит здесь. Анитьям. Асукхам. Локам. Этот мир приходящий и полон несчастья. И разумному человеку в нем не место. Некоторые философы, в особенности Майвади, утверждают, что этот мир ложный. Но из Боговадгиты можно понять, что он не ложен, а приходящий. Этот мир временный. Но есть другой мир, вечный. Этот мир – обитель страданий. Тот мир бесконечен и полон блаженства. Арджуна родился в праведной царской семье. Но ему Господь говорит, посвяти себя преданному служению мне и возвращайся домой, назад Господу. Никто не должен оставаться в этом временном полном страдании мире. Каждый должен найти приют у Верховной Божественной Личности с тем, чтобы обрести вечное счастье. Преданное служение Всевышнему Господу – единственный процесс, при помощи которого могут быть разрешены все проблемы, возникающие у всех классов людей. Поэтому каждый человек должен обратиться к сознанию Кришны и сделать свою жизнь совершенной. Текст 34. Мамана Пхава Мат Бахту Мат Яджимам Намас Куру Мам Эйваш Яси Юг Тавай Вам. Мат Манах Всегда думая обо мне свой ум мыслями обо мне, стань моим бахты, выражай мне почтение, падай низ передо мной и поклоняйся мне. И так, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что сознание Кришны – единственное средство спасения из оков этого полного скверного материального мира. Случается, что некоторые недобросовестные комментаторы искажают значение сделанного здесь ясного утверждения о том, что следует преданно служить верховной божественной личности Кришни и только ему одному. К несчастью, беззастенчивые комментаторы разбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не знают, что нет различий между разумом Кришны и самим Кришны. Кришна – необычное человеческое существо, он – абсолютная истина. Его тело, ум и он сам – абсолютный, и суть – одно. Бахтисидханта Сарасвати Гасвами в Анубхашье в своих комментариях читания Чаритамрити, пятая глава Аделила, стихи 41-48, цитирует из Курма Пураны, «Деха дехи випхедо я, нишвари ведияте квачит», что означает, что нет разницы между Всевышним Господом Кришной и его телом. Но поскольку комментаторы не знают науки о Кришне, они пытаются затемнить его и отделяют его личность от его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне, однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводит людей в заблуждение. Существуют люди, демоны по натуре, которые думают о Кришне, но с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. Он тоже всегда думал о Кришне, но думал о нем, как о враге. Он постоянно находился в беспокойстве, ожидая, когда же Кришна придет убить его. Такой вид мышления не поможет нам. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданностью. Это и есть Бахти. Он должен постоянно расширять свои знания о Кришне и делать это с помощью истинного духовного учителя. Кришна – верховная божественная личность, и как мы уже неоднократно объясняли, его тело нематериально, оно вечно исполнено блаженство и знания. Такие мысли о Кришне помогут человеку стать его Бахтой. Иное понимание Кришны, подчеркнутое из неверного источника, не принесет должных результатов. Итак, следует занять свой ум мыслями о вечной форме, первичной форме Кришны. Сердцем полным убеждения, что Кришна – Всевышний Господь, нужно отдать себя поклонению Ему. В Индии есть сотни тысяч храмов, где поклоняются Кришне и преданно служат Ему. Люди выражают свое почтение Кришне, падая ниц перед Ним. Они склоняют голову перед Мурси Кришной и посвящают Ему свое ум, тело и деятельность. Это позволит полностью без остатка погрузиться в Кришну и поможет перенестись на Кришналоку. Не следует позволять недобросовестным комментаторам развивать себя с толку. Необходимо участвовать в девяти видах преданного служения, начиная с пения и слушания о Кришне. Чистое преданное служение – высшее достижение человеческого общества. В седьмой и восьмой главах Бхагавадгиты было рассказано о чистом преданном служении Господу, свободном от спекулятивного знания, мистической йоги и карнической деятельности. Того, кто еще не полностью очистился душой, могут привлекать такие аспекты Господа, как имперсональные брахмаджьоти или локализованная параматма, но чистый бахта непосредственно обращается к служению Всевышнему Господу. Существует прекрасная поэма о Кришне, в которой ясно говорится, что любой человек, занятый почитанием полубогов, в высшей степени неразумен и никогда не получит высшие награды Кришны. Бахта вначале может отклоняться от стандарта, но все же следует считать его выше всех других философов и йогов. Тот, кто всегда занят служением Кришне, в сознании Кришны – совершенный и праведный человек. Его случайные и неправедные поступки будут становиться все реже, и он, несомненно, вскоре достигнет полного совершенства. У чистого бахта нет никакой возможности пасть, потому что Верховная Божественная Личность заботится о своих чистых бахтах. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастлива жить в этом материальном мире. В конечном итоге он получит от Кришны высшую награду. Так заканчивается комментарий Бахтивиданте к девятой главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Самое сокровенное знание». Глава 10. Великолепие Абсолюта. Текст 1. Шри Бхагавану Ватча Пхуяева Махабаху Шри Нуме Парамам Ватчах Ятехам Прияманая Вакшямихи Такамьяям. Шри Бхагавану Ватча Пхуяева Махабаху Шри Нуме Парамам Ватчах Ятехам Прияманая Вакшямихи Такамьяям. Шри Бхагавану Ватча Пхуяева Махабаху Шри Нуме Парамам Ватчах Ятехам Прияманая Вакшямихи Такамьяя. Шри Бхагавану Ватча Верховное Божественное Личность сказал «Хуях» вновь, «Эва» непременно, «Махабаху» усильно руки, «Шри Нум только услышь, Ме» мой, «Парамам» высший, Вачах наставление, яд, тот который, те, тебе, ахам, я, прияма, на я, думающий о тебе, как о дорогом мне, вакшьями, говорю, хита камьяя, для твоей пользы. Верховная Божественная Личность сказал, слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна, ты мой дорогой друг, и я буду говорить еще, для твоей пользы, открывая тебе знания, лучшее, чем то, которое я уже поведал. Комментарий. Парашара Муни объясняет слово Багаван следующим образом. Тот, кто обладает шестью божественными качествами в избытке, силой, славой, богатством, знанием, красотой и отречением, есть Багаван или Верховная Божественная Личность. Когда Кришна присутствовал на этой земле, он проявил все эти шесть качеств, поэтому великие мудрецы, такие как Парашара Муни, считали Кришну Верховной Божественной Личностью. Здесь Кришна говорит Арджуне о еще более сокровенных вещах, о своем могуществе и своей деятельности. В предыдущих главах, начиная с седьмой, Господь давал объяснение своим различным энергиям и тому, как они действуют, чтобы укрепить веру и преданность. В этой главе он снова рассказывает Арджуне о своих проявлениях и разнообразных божественных качествах, которыми он обладает в избытке. Чем больше человек слушает о Всевышнем Господе, тем больше укрепляется его преданность Ему. Нужно постоянно внимать рассказам о Господе, общаясь с бахтами, это увеличит желание преданно служить Ему. Только те, кто действительно стремятся обрести сознание Кришны, могут принимать участие в таких беседах между бахтами, другие не могут в них участвовать. Господь ясно дает понять Арджуне, что это потому, что он очень дорог Ему. Для Его пользы такая беседа имеет место. Текст второй. Нами виду в сураганах прабхавамна махаршаях, ахамадир хидева нам махаршинам часарвашах. На! Никогда! Не! Ме! Мой! Ведух! Знают! Сураганах! Полубоги! Прабхавам! Происхождение! Качество! На! Никогда! Махаришаях! Великие мудрецы! Ахам! Я есть! Адзих! Источник! Хи! Непременно! Деванам! Полубогов! Махаришинам! Великих мудрецов! Ча! Также! Сарвашах! Во всех отношениях! Ни сунма полубогов! Ни великие мудрецы не знают моего происхождения и моих качеств, ибо я первопричина полубогов и мудрецов во всех отношениях. Комментарий. Как утверждается в Брахма Самхите, Господь Кришна – Всевышний Господь. Нет никого выше Его. Он причина всех причин. Здесь также утверждается самим Господом, что Он причина происхождения всех полубогов и мудрецов. Даже полубоги и великие мудрецы не могут понять Кришну. Если же и они не в силах постичь ни имени Его, ни личности, то каково же положение так называемых ученых этой крошечной планеты? Никто из них не в состоянии понять, почему Всевышний Господь является на Землю, как обычный человек, и совершает такие удивительные и необыкновенные поступки. Отсюда следует сделать вывод, что подобная ученость недостаточно для понимания Кришны. Даже полубоги и великие мудрецы, пытавшиеся постичь Кришну с помощью мыслительных спекуляций, потерпели неудачу. В Шримад-багаватам также ясно сказано, что величайшие полубоги не способны понять верховную божественную личность. Они имеют возможность теоретизировать в границах своих несовершенных чувств и могут прийти к противоположной концепции, к имперсонализму, рассматривающему нечто, не проявленное тремя гонами материальной природы, или же с помощью мыслительных спекуляций они могут вообразить что-либо. Однако недалекие размышления такого рода не позволяют постичь Кришну. Здесь Господь косвенно намекает тем, кто хочет познать абсолютную истину. Вот я, верховная божественная личность, я Всевышний. Это нужно знать, хотя и невозможно постичь непостижимого, лично присутствующего Господа, но тем не менее он существует. В действительности мы можем понять Кришну, вечного, исполненного блаженства и знания, просто изучая его слова, изложенные в Бхагавадгите и в Шримад Бхагаватам. Концепция Бога, как некоторой правящей силой или имперсонального брамана, достижима для человека, находящегося в низшей энергии Господа, но божественную личность невозможно познать, не возвысившись до трансцендентального уровня. Поскольку большинство людей не могут понять Кришну в его истинном положении, то по своей беспричинной милости он нисходит, являя свою благосклонность таким абстрактным теоретиком. Все же, вопреки необыкновенным поступкам Всевышнего Господа, они, будучи осквернены материальной энергией, думают, что имперсональный браман есть Всевышний. Только Бхагаваты, целиком отдавшие себя Всевышнему Господу, могут понять милостью высшей личности, что он есть Кришна. Бхагаваты Господа не волнует концепция Бога как имперсонального брамана. Их вера и преданность позволяют им незамедлительно вручить себя Всевышнему Господу, и благодаря беспричинной милости Кришны они могут постичь Кришну. Никто больше не в силах понять его, поэтому даже великие мудрецы соглашаются, что есть Атма, что есть Всевышний, это тот, кому мы должны поклоняться. Текст третий. Текст третий. Текст третий. Текст третий. Текст третий. Текст третий. Сах. Он. Мартьешу. Среди тех, кто подвержен смерти. Сарва Папайх. От всех кармических последствий. Промучья те. Освобожден. Тот, кто знает меня как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров, тот, кто не находится под властью иллюзии, освобождается от всех грехов. Комментарий. Как утверждается в 7 главе 7.3 Манушьянам Сахасрешу Кашчит Ятати Сидхае, стремящиеся подняться до уровня духовной реализации, необыкновенные люди. Они выше миллионов и миллионов обычных людей, не имеющих знания о духовной реализации. Но из тех, кто действительно стремится понять свое духовное положение, тот, кто понимает, что Кришна есть верховная божественная личность, властитель всего, нерожденный, тот добился наибольшего успеха в духовной реализации. Только на той стадии, когда человек полностью осознает верховное положение Кришны, может он совершенно освободиться от всех кармических реакций. Господь здесь описывается словом «аджа», означающим «нерожденный», но он отличается от живых существ, обозначенных во второй главе как «аджа». Господь отличается от живых существ, которые рождаются и умирают, ибо привязаны к материальному. Обусловленные души меняют свои тела, но его тело неизменно. Даже в материальный мир он является как нерожденный. Поэтому в четвертой главе сказано, что Господь, благодаря своей внутренней силе, не подвластен низшей материальной энергии, но всегда пребывает высшей. В этом стихе слова Витти Лука Махешварам указывают, что человек должен знать, что Господь Кришна есть высший властитель всех планетных систем вселенной. Он существовал еще до сотворения, и он отличен от своего творения. Все полубоги создавались внутри этого материального мира, но о Кришне сказано, что он не был создан. Следовательно, Кришна отличен даже от великих полубогов, таких как Брахма и Шива. И поскольку он творец Брахмы, Шивы и остальных полубогов, он высший владыка всех планет. Итак, Шри Кришна отличен от всего, что создано, и знающий его таковым, немедленно освобождается от всех карнических реакций. Необходимо очиститься от всех грехов, чтобы познать Всевышнего Господа. Как утверждает Бхагавадгита, его можно познать только через преданное служение и никак иначе. Нельзя даже пытаться воспринимать Кришну как человека. Выше отмечалось, что только глупцы считают его человеческим существом. Здесь опять выражается эта идея, но другими словами. Тот, кто не глуп, кто достаточно разумен, чтобы понять истинное положение Господа, всегда свободен от всех кармических реакций. Но если Кришна известен как сын Деваки, разве может он быть нерожденным? Это также объясняется в Шримад Бхагаватам. Когда он предстал перед Деваки Васудевой, он не был рожден как обычный ребенок. Он появился в своей изначальной форме и затем уже принял образ обыкновенного ребенка. Все, что делается под руководством Кришны, трансцендентально и не оскверняется материальными последствиями, которые могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. Та точка зрения, что в материальном мире существует как благоприятное, так и неблагоприятное, является в большей или меньшей степени вымыслом, потому что в материальном мире нет ничего благоприятного. Здесь все неблагоприятно, поскольку неблагоприятна сама материальная природа. Нам только кажется, что она благоприятна. Истинное благо зависит от деятельности, совершаемой в сознании Кришны, в преданном служении. Следовательно, если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность была благоприятна, нам следует поступать, руководствуясь указаниями Всевышнего Господа. Эти указания даются в шастрах, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита, или же их можно получить от истинного духовного учителя. Поскольку духовный учитель – представитель Всевышнего Господа, его указания являются непосредственными указаниями Всевышнего Господа. Духовный учитель, садху и шастры направляют по одному и тому же пути. Между этими тремя источниками нет противоречий. Все, совершаемое под таким руководством, свободно от последствий благочестивых и неблагочестивых поступков в этом материальном мире. Трансцендентальное отношение Бхагаты к своей деятельности является в действительности отношением самоотречения и называется саньяса. Как говорится в первом стихе шестой главы Бхагавадгиты, каждый, кто действует из чувства долга, потому что так приказал ему Всевышний Господь, и не ищет выгоды в своей деятельности, а на шритах карма бхалам достиг истинного самоотречения. Каждый, кто действует по указаниям Всевышнего Господа, фактически является саньяси и йогом, а не тот, кто просто рядится в одежду саньяси или псевдо-йог. Итак, спасибо за внимание. Харе Кришне. Бхагавадгита, бхагавадгита,